722 день войны. Украина атаковала Курскую область. В результате прилета дронов загорелась нефтебаза и продолжает полыхать до сих пор. На момент записи сводки пожар все еще не потушен. Также отправился на дно российский большой десантный корабль «Цезарь Куников», который я вчера в видео неправильно ударял, за что прошу прощения перед теми, кому это доставило невероятные страдания. Россия, в свою очередь, продолжает обстрелы Украины. И вчера, и сегодня есть попадание по жилым объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Россия вновь наносит ракетные удары и удары беспилотниками. Только уже не по военным объектам, а по-граждански. При этом российские военкоры уже несколько дней просто как-то совершенно одурили на количестве фейков, которые они постят. Да так, что уже даже другие Z-каналы решили, так сказать, коллег немножко пожурить и сказать, что хватит постить столько фейков. В Америке сообщают, что найдена какая-то невероятная угроза национальной безопасности Америки, причем связана она с Россией. Что это пока неизвестно, официально не объявлено, но тем не менее источники сообщают, что речь идет о размещении России оружия в космосе, причем ядерного оружия. Почему это важно и на что это может повлиять в ближайшее время обсудим в сегодняшнем видео. Ну и Джозеф Байден высказался про Дональда Трампа, как высказался и Владимир Путин. Удивительно, но оба сказали, что Дональд Трамп не самый надежный человек. Джозеф Байден и вовсе обрушился с довольно некомплиментарной речи к Трампу, а Владимир Путин сказал, что предпочел бы на посту президента Байдена. Однако, честно говоря, складывается ощущение, что Путин просто таким образом пытается помочь Трампу избраться. Потому что, если на следующий срок в Америке будет выбран не Дональд Трамп, а любой другой кандидат, то, скорее всего, Россия понесет сокрушительное поражение в нынешней войне. Об этом и о многом другом в сегодняшней несводке не забывайте поддерживать ее лайками, комментариями и подпиской на канал. Я, кстати, все время вроде не туда показывал, вот там подписка на канал находится. Ее нажимайте, потому что YouTube, когда видит, что люди подписываются во время или после видео, считает, что видео заслуживает распространения. Ну а также поддерживайте канал на Патреоне, ссылка на него в описании. Да, я каждый раз об этом напоминаю, но просто ваша поддержка на Патреоне, ваше финансирование канала является его источником дохода и позволяет каналу продолжать выпускать контент и быть независимым. Ну а теперь давайте переходить к тому, что произошло за минувшие сутки. В ночь на 15 февраля украинский дрон атаковал нефтебазу в Курской области. Об этом сообщил глава региона. По словам Романа Старовой, это в результате возник пожар, люди не пострадали. По информации телеграм-канала База, загорелся резервуар объемом 100 тонн. Канал 112, в свою очередь, пишет, что дронов было два, а после их удара загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился. В соцсетях публикуют фото и видео последствий удара. В результате ночной атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области, по сообщениям Астра, горели два резервуара с дизельным топливом. И как выяснил Астра, в полперва ночи атакована была нефтебаза ООО Полевая в деревне Полевая Курского района. Загорелись два резервуара с дизельным топливом на 1000 кубических метров и 400 кубических метров. Предварительно никто не пострадал. Собственно, еще одна успешная атака на российскую топливную инфраструктуру. Надо сказать, что атака к нефтебазам, в отличие от нефтеперерабатывающих заводов и по чувствительному оборудованию на этих самых нефтеперерабатывающих заводах, вот эти атаки по нефтебазам не являются настолько критичными. Ну, потому что, да, они наносят урон здесь и сейчас, но не влияют на общую вообще логистику российскую, да, потому что даже там потеря двух больших цистерн никаким образом не влияет масштабно, ну, вот в масштабе как раз всей военной группировки и в масштабах страны. Поэтому эти атаки не настолько существенны, как те, которые происходят на НПЗ, да еще и в оборудовании, которое Россия не может сама производить и не может импортировать. Тем не менее, несопоставима цена дрона, которыми эти атаки осуществляются, и, собственно, цена топливной инфраструктуры и самого топлива, по которым они приходятся. Поэтому каждая такая атака, безусловно, успешна. И тут еще есть один элемент, связанный со возможностями Украины, то есть Россия, исходя из того, как она видит, соответственно, возможности украинских атак, да, то есть условный радиус, на который может запускать Украина свои беспилотники, Россия вынуждена либо усиливать меры безопасности, тратя на эти ресурсы и возможности, либо, соответственно, брать на себя риски и уже в дальнейшем нести ответственность и перед компаниями, перед гражданами за уничтожение тех или иных объектов. Правда, эта ответственность не очень большая, потому что России плевать на потери, так как власть сосредоточена в руках диктатора и любое недовольство гасит своими методами, не связанными с ответами на вызовы, которые поступают со стороны граждан. Но в любом случае эти атаки успешны, атаки в очередной раз демонстрируют, что Россия не может выстроить систему ПВО, которая могла бы защитить полностью российские объекты. И это хорошая новость. Будем надеяться, в ближайшее время Украине удастся довести до конца свой план, связанный с топливной инфраструктурой, именно с критически важными установками. Ну и, что мы увидим, какие-то удары по военным объектам в ближайшее время тоже. В свою очередь, российские войска дважды обстреляли город Селидово в Донецкой области. Это произошло вчера. Пострадали пять человек. Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин. Также потом он сообщил, что в результате российских ударов по Селидово погибли три человека. Двенадцать пострадали. Собственно, по его данным, вот этого Вадима Филашкина, российские военные в ночь на 14 февраля выпустили по городу четыре ракеты, попав по пятиэтажному дому и корпусу больницы. В числе погибших ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Филашкин уточнил, что еще четверо детей получили ранения. Глава области также подчеркнул, что это предварительные данные, а число погибших и пострадавших, к сожалению, может измениться в худшую сторону. Ранее он сообщал, что под завалами могут оставаться люди. Помимо этого он сообщил, что в городе в результате ударов были повреждены девять многоэтажных домов, магазин, аптека и четыре автомобиля. Казалось бы, обычный удар российский, сопряженный с гибелью гражданских в большом количестве, но у российского Z-сообщества есть своя теория, которую они продвигают уже последние несколько дней. Я думаю, что настало время ее прокомментировать, потому что я как раз ждал, появятся ли хоть какие-то подтверждения, прямые, косвенные, какие угодно, но времени прошло довольно много, а никаких подтверждений до сих пор не появилось. Что это за информация, которую российские Z-каналы пытаются продвигать? Не только они, Маргарита Симоньян поучаствовала в этом и много кто еще. Значит, по их убеждению, глубокому убеждению, был обстрел полигона в Селидово. Несколько дней назад он произошел, и якобы, значит, там концентрировались украинские военные резервы для того, чтобы сменить их в Авдеевке. И, значит, там произошел удар, и произошел невероятный вообще успех российской стороны. И пишут, да, полутора тысячи погибших, что сразу, ну, как это было из больницы в Гайзе, да, мы все понимаем, что не бывает удара, при котором полторы тысячи погибших. Вот вообще любого. Ну, то есть не существует удара, кроме, там, я не знаю, по гражданскому какому-то густо заселенному объекту, может быть, по какому-нибудь гигантскому торговому, ну, так какому-нибудь гигантскому бизнес-центру, или еще что-нибудь такое. В общем, с военными такого удара быть не может, если это, конечно, не знаю, не какая-то там десятиэтажная военная база в каждом кабинете, который прямо сейчас проводится, не знаю, собрание, и кабинет, каждый из этих кабинетов забит полностью. В общем, таких ударов не бывает. Но это не останавливало задканалы. Они писали о сотнях погибших, сотнях раненых. Но этим грешит Российское Министерство обороны, которое, кстати, не сообщало о таком ударе, что тоже удивительно, потому что, как вы помните, и Коношенков рассказывал, что как-то ударили на 700 погибших украинских военных. Оказалось, что просто Радема с гаражом ударили, и там было ноль украинских погибших. В общем, российская сторона довольно давно и довольно долго врет про свои прилеты, уже давно никто это серьезно не рассматривает. То есть, я думаю, что многие из вас уже давно эту информацию не мониторят, как не мониторят и новостные издания, но у Коношенкова довольно регулярно, там, раз в несколько месяцев он рассказывает про какой-нибудь невероятный удар, где погибли десятки, сотни украинских военных. Более того, есть различные вбросы, бывает, про погибших натовских генералов и прочее. То есть, на самом деле, никто всерьез это уже давно не рассматривает, потому что российская сторона на протяжении двух лет врет. Однако в этой ситуации, собственно, ЗД-каналы попытались вот что провернуть. Они, значит, это вкинули, часть из них, потом это подхватил Шарий, а потом другие ЗД-каналы, не ссылаясь на самого Шария, начали писать, что украинские каналы подтверждают, имея в виду Шарий. Но не писали про Шария, потому что понятно, что если бы они написали про Шария, все бы поняли, что это никакие не украинские каналы. Соответственно, человек, очень любящий обувь и быструю ее смену. И, соответственно, ждали кто-нибудь, хоть каких-нибудь подтверждений. Вот этот удар Поселидова, который есть фотографии, есть видеозаписи того, как эвакуируют, спасают людей, есть видеозаписи с детьми, которых выносят. И вот, значит, ЗД-каналы продолжили писать, что это удар по больнице, но не просто удар по больнице, а якобы в этой больнице были десятки раненых, ПСУшников после того самого удара. И что вообще все больницы там везде заполнены. То есть, возможно, какой-то удар по полигону Вселидова и был. Возможно. Но пока об этом невозможно говорить, потому что нет вообще никаких данных объективного контроля, никаких некрологов. Есть какая-то одна супермутная запись, на которой не видно вообще ничего. Но в любом случае, если был какой-то удар, и даже если было там много погибших, что такое много погибших в этой войне во время удара, это там 20-30 человек. Это уже много. Рекордный удар, это, конечно, по Макеевке был, когда Украина нанесла удар по российским, собственно, солдатам, размещенным в Макеевке. Там больше ста человек, наверное, полторы сотни. Это рекордный удар за эту войну. Здесь, скорее всего, речь идет о куда меньших числах, если удар был. Пока ничего не свидетельствует о том, что он был. Вот этот второй Поселидово в больнице и все прочее, он действительно был. Но, опять же, здесь тоже ничто ни с чем не мечится, потому что, если бы действительно в больнице было расположено большое количество военных, то на фотографиях и видеозаписи, которые мы видим, если бы она была битком забита, а вы видите, что там почти снесено здание, то там было бы очень много, мягко скажем, следов существования людей. Ну, то есть много крови, много останков. Собственно, когда мы видим видеозаписи прилета по зданиям, в которых было много людей, или много военных в том числе, это всегда видно. Ну, то есть, опять же, эти видео мы не показываем на Ютубе, потому что нельзя, Ютуб за такое банит, ну, за части тела людей. Вот, значит, на фотографии видеозаписи, которые есть из Селидова вот с этого удара по больнице, да, там ничего подобного нет. Более того, есть видеозаписи, как выносят детей и гражданских, помогают им врать. То есть, если бы это действительно все было заполнено военными, то гражданских бы перевели куда-нибудь еще. Короче говоря, ну, то есть, ничего ни с чем не бьется, и в последние дни было прям много-много фейков от Z-каналов. Там самый безумный был про Макрона, да, я даже пересказывать его не буду. Хотя, ладно, значит, фейк, который гласит, что Макрон не приехал в Украину, отменил свой визит, потому что Буданов задумал его убийство, чтобы... Ай, как же там, заубить Макрона задумал Буданов, чтобы, короче, больше дали Украине оружие. А предупредил Макрона за лужи, которые, значит, в контракт с Будановым. Ну, безумие. Значит, подтверждение всего этого какая-то переписка в Телеграме от третьих лиц. И якобы этот репортаж был на Франц-24, и типа постили скрины с Франц-24, но оказалось, что не так, что никакого репортажа на Франц-24 не было, что все это выдумано от начала и до конца. И, конечно, ну, то есть, а на что расчет? То есть, типа, кто в это поверит? Ну, то есть, хоть один человек... Окей, в России, может, и поверят, да, там. Уже похороны, уже во все готовы эти Z-каналы верить, наверное. Особенно учитывая, что те, кто не готов верить, они боятся уголовки, поэтому все это опровергать не будут. Но, как бы, это же рассчитано на западную аудиторию, я так понимаю. А, естественно, на Западе никто на такую херню не поведется. Ну, в общем, даже другие Z-вейнкоры немножечко уже задолбались от такого дикого количества фейков. Об этом, например, пишет телеграм-канал Старший Эда, который, кстати, тоже любит фейки попостить, но вот у них бывает, что они свои фейки готовы постить, а чужие фейки не очень любят. Вот что он пишет. Какое-то дикое количество фейковых новостей и инсайдов за последние пару дней. То накрытие полигонов Селидова с сотнями убитых и раненых. То отход украинцев из крынок. То репортаж на ТВ Франции, где говорится о том, что украинцы собирались убить Макрона. Один умный человек по этому поводу сегодня сказал, что в следующую войну будут вести дроны и искусственный интеллект дипфейками, а люди будут смотреть и страдать. Ну, я не уверен, что это в следующую войну будет. Я думаю, что уже и в этой есть все эти черты. Но самый емкий комментарий на эту тему, мне кажется, дал подписчик одного из этот каналов, Романов Лайф. Собственно, Романов Лайф запустил как раз информацию о втором вот этом ударе по Селидову с больницей. Вот что он написал. Селидово, Покровский район, Донецкая Народная Республика, временно оккупированная Украиной территория России. Еще кадры результата удара вооруженных сил России по медицинскому учреждению, когда свезли раненых после вчерашнего удара по полигону военнослужащих ВС Украины. И его подписчик, собственно, ему отвечает в комментариях. Интересно, что есть любые фотки, кроме фоток пораженного так называемого полигона. И он, видите, заслужил довольно большое количество лайков от других подписчиков. И действительно, ну, это наводит на мысль. То есть, знаете как, было бы, ну, если бы это было глубоко в Украине, да, то еще можно было бы понять, почему не осталось ни там, ни фиксации со спутника, ни фиксации с дронов, ни с чего в войне, где постоянно летают орланы, и все на свете, и все фактически видят. Ну, короче, хоть что-нибудь какой-нибудь фиксации. При этом, вот, пожалуйста, при следующем ударе там фотографии из такого ракурса, из такого ракурса. Поэтому, действительно, я думаю, что история про полигон Селидова либо выдумана полностью от начала до конца, либо был какой-то удар, но совершенно другой по масштабу. То есть рядовой удар, которыми Россия и Украина обмениваются каждый день, когда речь идет именно про военные объекты, когда речь идет про военные построения, про военные там какие-то маневры и прочее-прочее. И Россия и Украина довольно часто бьют, соответственно, по таким построениям друг друга. Но уже сегодня Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по Украине. В Запорожье и Львове под обстрел попали объекты инфраструктуры. По данным Генштаба ВСУ, военные РФ применили стратегическую авиацию. По всей Украине на несколько часов объявили воздушную тревогу. В ряде областей, в том числе и в Киевской и Львовской, сработали средства ПВО. В Киеве, по словам главы военной администрации города Сергея Попко, с силой ПВО сбили все ракеты. Правда, их количество Попко не уточнил. Жертв разрушений, по его информации, нет. Во Львове в нескольких домах взрывной волной выбило окна. Также были повреждены школы и объекты инфраструктуры, рассказал мэр города Андрей Садовый. По данным властей области, пострадали два человека. В Запорожье пострадали четыре человека, сообщил секретарь мэра города Анатолий Куртьев. Повреждения получили объект инфраструктуры, многоквартирные дома и учебные заведения. Также под удар попали Днепропетровская и Полтавские области. Но насколько серьезен масштаб разрушений, какие удары, куда пришлись, какие были задействованы вооружения, ракеты, беспилотники и все прочее, пока уточняется, потому что вот это происходило буквально. Незадолго до записи сводки, я думаю, завтра мы обсудим подробнее, хотя, надеюсь, что нечего будет обсуждать, и очередной налет российской стороны не был успешен. Опять же, возвращаясь к тематике Z-канала, сегодня про них много, потому что, ну, как-то они вот оживились в последнее время. Надо сказать, что вас может удивить, что если вы зайдете в Z-каналы, то там вдруг окажется, что при каждом российском ракетном ударе уничтожается почти вся оборонная промышленность Украины, все войска Украины, какие-то наемники НАТО, и что только не уничтожается. И проблема в том, что вот результат таких ударов, в том числе по Украине, практически невозможно узнать. Ну, потому что украинская сторона, само собой и естественно, не публикует данные о прилетах по военным объектам. Было бы безумием, если бы они это делали. Данных объективного контроля нет. Ну, то есть, почему-то Россия не может использовать спутники для того, чтобы подтверждать свои какие-либо удары. Один раз они подтверждали, как раз по одному заводу, и вот это единственный случай, который подтвержден. Ну, то есть, иногда бывает, что они еще попадают каким-то перегоном, и там дроны висят, и с них есть картинка. Большая часть ударов, заявляемых российской стороной, как Коношенковым, так и ЗАД-каналами, ничем не подтверждена. Более того, и вторая проблема. Мы могли им верить на слово. Не знаю, кем бы мы тогда были, но мы бы могли. Однако уже много раз ЗАД-каналы пойманы на лжи. Мной, Русланом Левиевым, самими ЗАД-каналами другими. Поэтому у нас нет никакой возможности объективно получать информацию. Более того, по данным российской стороны, Украина была уничтожена уже раз в 15, если не 20, причем целиком. Поэтому я много раз повторял, и повторю еще раз, что никогда не используются ЗАД-каналы для того, чтобы узнавать оттуда информацию о результативности российских ударов или о российских успехах, потому что они постоянно их придумывают. ЗАД-канал имеет смысл читать для того, чтобы узнавать о российских неудачах, потому что, когда они говорят о том, что происходит с самой армией России, то это наиболее близко к реальности, потому что, скажем так, они тоже это делают с опаской, поэтому готовы говорить об этом только в крайнем случае. Ну и более того, источников из российской армии, у них явно больше, и они хотя бы существуют, а часть из них непосредственно в этой армии находятся, поэтому ЗАД-каналы об Украине читать бессмысленно, вы будете просто слушать пересказы РНТВ, НТВ и всего на свете, и Коношенкова в том числе, а вот о российской армии имеет смысл. Ну, теперь давайте перейдем к большому успеху Украине, это не только уничтожение большого десантного корабля Цезарь Куников, но это и в целом победа практически полная в Черном море. Об этом говорит и генсек НАТО Столтенберг, по крайней мере, во время вопроса по поводу БДК Цезарь Куников он дал следующий ответ. Несколько месяцев назад мало кто верил, что это возможно, говорит он, собственно, об успехах Украине в Черном море. Он назвал большим достижением успешные операции ВСУ в Черном море. Украинцам удалось нанести большие потери Черноморскому флоту России, им удалось вытеснить флот России с западной части Черного моря, это большое достижение и большая победа для украинцев, сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов по поводу потопления российского десантного корабля Цезарь Куников. Он добавил, что сейчас экспорт зерна из Украины происходит даже без соглашения с Российской Федерацией, что, по мнению Столтенберга, свидетельствует о навыках и компетенции ВСУ. То есть, как видите, мы с Столтенбергом, в принципе, сходимся. Но подробнее я вчера рассказывал про уничтожение БДК Цезарь Куников и про то, какое влияние это оказывает. То есть, вот эти вот операции по уничтожению российских кораблей в Черном море, что это не просто какие-то пиар-акции или не просто единичные успехи. Это на самом деле система, которая позволяет Украине экспортировать зерно, обеспечивая собственную экономику и, более того, нивелировать угрозу, связанную с возможностью высадки, например, десанта в Одессе или другие возможности для российских кораблей в Черном море. Но отдельная ситуация сейчас складывается с этим БДК по поводу экипажа. Погибли экипажи или что с ним вообще произошло? Потому что экипаж немного немало 87 человек. Многие из них могли погибнуть. Ну, российские моряки гибнут регулярно, причем на этих российских военных кораблях присутствует, как правило, немало срочников. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в результате атаки на российский корабль Цезарь Куников погибла большая часть его экипажа. Об этом сообщает НВ. При этом Юсов отметил, что ведомство пока не располагает конкретными цифрами. У открытых данных экипаж Цезаря Куникова составляет 87 человек. Сколько человек находились на борту в момент атаки, неизвестно. Мониторинговая группа Крымский ветер писала, что после атаки раненых и погибших моряков доставили на медицинских автобусах в Севастополь. Ну, лично я, например, не сомневаюсь, что есть погибшие и раненые в большом количестве. Почему? Потому что, если вы посмотрите на видеозаписи, которые публикуют ГУР, который провел эту операцию, то видно, что, собственно, экипаж корабля не знал об атаке. То есть, вот там, на этих безэкипажных катерах, там тепловизоры, судя по всему, установлены. И видно, что моряки просто что-то стоят своими какими-то делами, занимаются на самом корабле и не видят приближающиеся безэкипажные катера. Поэтому два мощных взрыва, которые прозвучали, очевидно, унесли какое-то количество жизни. А учитывая, что корабль затонул, собственно, для эвакуации нужно было быстро действовать российской стороне. При этом, ЧКО ГПУ публикует аудиозапись одного из очевидцев, который рассказывает, что поначалу не было ни вертолетов, никаких российских катеров, и что первоначальная эвакуация происходила с помощью гражданского грузового судна, что, опять же, скорее всего, ее замедляло. Поэтому нет, очевидно, какое-то количество моряков спасли, но я уверен на 90%, что есть погибшие и есть раненые. Об их количестве мы узнаем в какой-то момент. Впрочем, для объективности я обязан отметить, что Би-Би-Си, русская служба Би-Би-Си, взяла комментарий у бывшего моряка, который служил на Цезаре Куникове. Он заявил, что экипажу большого десантного корабля удалось спастись после атаки украинских морских беспилотников. Об этом, собственно, и пишет русская служба Би-Би-Си. Поняли, что не отбиться, им вовремя покинули корабль. Есть такой элемент, как покидание корабля при угрозе его гибели. Каждый член экипажа знает, в каком спасательном плоту он должен быть, заявил бывший моряк. По его словам, на борту корабля в момент атаки находилось 89 человек. Отбиться от атаки дронов Цезарь Куников, по мнению собеседника Би-Би-Си, не мог. Тут надо сказать, что, во-первых, я вообще не до конца понимаю, ну, типа, откуда у бывшего члена экипажа знания о нынешнем, ну, о происходившем. Вы мне, конечно, скажете, что, Майкл, ну, наверное, у него там друзья остались, а они ему рассказали. Но я уверен, что этим друзьям строго-настрого запретило руководство Минобороны кому-нибудь рассказывать подробности, особенно если действительно погибло какое-то немалое количество членов экипажа. Поэтому, позвольте мне поставить под сомнение рассказы этого человека. В любом случае, я не настаиваю, что там погиб весь экипаж или там, я не знаю, 80 человек. Однако, при вот тех видеозаписах, которые существуют, при тех протоколах, которые мы уже наблюдали, собственно, у меня мало сомнений, что действительно какие-то потери были нанесены. Но, в любом случае, уничтожение очередного БДК довольно большая история. Надо понимать, что, кстати, БДК это совсем штучная история. То есть, у России их что-то два осталось в Черном море или что-то типа того. И большие десантные корабли, они используются для перевозок снарядов, для перевозок людей и для высадки десанта. Поэтому, собственно, количество БДК напрямую связано с возможностями России проводить какие-то десантные операции. Ну, вот это отмечает наш с вами любимый Затканал 13-й. Накануне был уничтожен БДК Новочеркас. При ударе погибли люди. Осталось у России 17 БДК. В Черном море их осталось 3. Если все так и дальше пойдет по плану и положительно, то в Одессу погребем на самодельных платах. Писал 13-й еще когда-то про Новочеркасск. Ну, вот еще один БДК погребен. Еще один БДК отправился на дно. Ну, и как знаете, их осталось двое. Что касается собственно линии фронта, то там опять же сложная ситуация продолжается. В Авдеевке на других направлениях больших и серьезных изменений нет. Ну, вот сейчас продолжаем наблюдать за изменениями, которые возможны и в самой Авдеевке. Там есть заявление Тарнавского, которое позволяет предположить, что отвод войск является опцией на данном этапе. Но сейчас что-либо заявлять, мне кажется, противовременно. Тем более, что вчера с Русланом мы довольно подробно говорили про Авдеевку. Поэтому чего-то большего добавить по линии фронта сегодня мне не представляется. Возможно. Зато есть большая история, связанная с Соединенными Штатами, многослойная. И Байден выступил и про Трампа. И появилась большая угроза со стороны России, по крайней мере, как ее видят американцы. Вот об этом сейчас с вами подробно и поговорим. Ну, во-первых, что Байден сказал про Трампа. Это безмозгло, это постыдно. Таким образом, Байден обрушился на Трампа за его речь о нежелании защищать союзников по НАТО. Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед русскими диктаторами. Позвольте мне совершенно четко заявить, я никогда не склонюсь. Да, боже мой, это же безмозгло, это постыдно, это опасно. Это не по-американски. Так президент Джо Байден оценил высказание экс-президента Дональда Трампа о нежелании защищать тех союзников по НАТО, которые, по мнению Трампа, сами слишком мало тратят на оборону. Как вы помните, эту фразу Трамп сказал на митинге в Южной Каролине и рассказал о разговоре, который как будто бы был у него с лидером одной из стран НАТО на саммите Альянса. Трамп рассказал, что этот лидер принесовался. Будут ли США на помощь, придут ли США на помощь вот его стране в случае нападения России, даже при том, что страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов 2% от ВВП. Я сказал, вы не заплатили, вы просрочили, якобы ответил Трамп главе неназванной страны, нет, в таком случае я не буду вас защищать, более того, я буду поощрять их делать все, что им захочется. И, конечно, это полная жесть, ну, то есть, критики Трампа и раньше указывали, направлены на развал НАТО и представляют угрозу для всего блока, но надо сказать, что они еще поразительно некомпетентны, потому что, на самом деле, 2% ВВП, это вообще довольно специфическая история, и до недавнего времени она была относительно добровольной. Ну, то есть, чтобы вы понимали, размер военных расходов это суверенное решение каждой страны, безусловно, и сколько они тратят деньги на свое вооружение, это их дело, а не дело любых других стран. Более того, вот эти 2% от ВВП, это идет не в условный бюджет НАТО, это расходы на собственную армию. Поэтому здесь вопрос о том, какой вообще ВВП у страны, какая у нее армия и прочее, прочее. Например, у Германии есть большие проблемы с достижением вот этого, вот этой 2% от ВВП, вложенных в оборонку, потому что у Германии очень большая экономика и довольно большая армия, и, короче, для них это существенно. Страны поменьше, им проще этого достигать. Понятно, что как будто процентное отношение должно гасить это райис, но это не совсем так работает, потому что эффект масштаба все равно здесь включается. И еще раз, речь идет про их собственные войска, ну, то есть, не про, там, не знаю, нужды НАТО. И США тратят свои деньги, там, сотни миллиардов долларов ежегодно, прежде исходя из своих интересов. То есть, они не на НАТО это тратят, не на союзников по НАТО, не на там, не знаю, не вынуждает их никто это делать. Они обеспечивают собственную безопасность. Поэтому, то платят ли другие страны, там, за свою оборонку или не платят, вот за свое, министерство обороны, точнее, вкладывают ли 2% ВП, на США вообще никаким образом не влияет. Смысл НАТО вообще, в основном, в доступе к определенным территориям, чтобы США могли там обеспечивать собственный контингент, базы для обеспечения собственной безопасности. Ну, поэтому, это такая глупость. Ну, то есть, США, конечно, тратят что-то на свои военные контингенты в Европе, но это довольно смешные деньги по меркам оборонки Америки. Поэтому, все эти заявления Трампа, это какая-то настолько некомпетентная и опасная глупость, что у всех, конечно, волосы дыбом стали, и у союзников Америки по НАТО, и у многих американцев, и даже у некоторых республиканцев. Потому что, ну, такие подарки Путину швырять, это надо уметь еще. При этом, сам Путин, не поверите, заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джозеф Байден, а не Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью корреспондента ВГТРК Павлу Зарубину. Давайте послушаем. Послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, ну, и тогда уже говорили о том, что он не дееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну, да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою, ничего такого нет. Ну, то, что он где-то выходя из вертолета ударился там головой этот вертолет, но кто у нас не ударился где-нибудь головой, то есть, пусть первый бросит в него камень. Вообще-то, на мой взгляд, я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет. Мы должны, мы должны смотреть не на это, мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдена об этом говорил. Ну, тогда вопрос, который был четыре года назад и сейчас, получается, снова становится актуальным. Для нас кто лучше? Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажут доверие американский народ. И, конечно же, это полный булшет. Ну, то есть, если Джозеф Байден будет выбран в ноябре в Соединенных Штатах, это на сто, ну ладно, не на сто, хорошо, на девяносто процентов означает, что Россия проиграет войну. Потому что после этого республиканцы даже в Нижней Палате не будут иметь возможности продолжать затягивать выделение помощи Украине, потому что это просто для них будет потеря мест в парламенте в обозримых выборах, потому что сейчас они это делают по воле Трампа. Сейчас они это делают, и все это затягивание, оно из расчета, что Трамп станет президентом. И, соответственно, он уже будет принимать какие-то решения. Если у Трампа это не получится, и Джозеф Байден станет президентом, то, соответственно, все Соединенные Штаты ближайшие там, ну, до следующего там предвыборного какого-то мандража там два-три года будут поддерживать Украину максимально безальтернативно, как и своих европейских союзников. Единственное, что сейчас останавливает Россию от поражений, это неопределенность по поводу помощи Украины. Потому что Украина показала, что даже с небольшим количеством западной помощи она может остановить Россию, а еще и переиграть на ряде направлений, например, в Черном море. Если Украине выдадут гораздо больше западного современного оружия, если, собственно, вооружение стран НАТО, которые помогают Украине, будет поставлено на поток, то у России просто потеряется ее техническое преимущество, потому что все преимущества России сейчас на чем? На самолетах, на ракетах и на количестве, количестве техники и всего прочего. Ну, еще там высокая толерантность к потерям, это тоже российский плюс, потому что сколько бы не поддыхало российских солдат Владимира Путина, это похрену абсолютно, а люди в стране не собираются по этому поводу ничего делать. И в этом смысле, конечно, налаживание поставок в Украину в больших объемах, оно гарантирует Украине победу, причем в довольно близкой перспективе. Вообще война еще в 2022 могла бы закончиться, если довольно быстро Украина была насыщена вооружениями, и Россия бы не успела на запорожском направлении поставить такие оборонные рубежи, на что у России было 8 месяцев из-за промедлений со стороны Запада, ну и так далее. Ну, со слагательным наклонением мы все не любим, да, человек его знает, что бы там было, но в любом случае, если победит Джозеф Байден, или, кстати, любой кандидат, кроме Трампа, ну, типа, Ники Хейли, или там демократы придумают еще кого-нибудь, выставить вместо Трайва, там, Мишель Обаму, Камалу Харрис, не знаю, кто еще есть у демократов, вот, то в любом случае Путину прям жопа будет, ну, то есть, единственный шанс Путина это, первое, Дональд Трамп, а второе, это то, что Дональд Трамп не переобуется. Путин прав, когда говорит, что Трамп непредсказуем, потому что в прошлый раз, когда Трамп победил, как вы помните, в Госдуме чокали за него шампанским, а в итоге он вел политику, которая не очень была на руку России. Да, он приложил немало усилий к развалу НАТО еще на тот момент, но, тем не менее, России не очень понравились. Поэтому, да, Трамп непредсказуем, но шанс у Путина появляется только если победит Трамп. И, конечно, заявление Владимира Путина, за словами которого теперь следят на Западе более активно после интервью Такера Карлсона, в смысле, не только политики, но и, что называется, обывателя, его слова направлены на то, чтобы зруинить Байдену какое-то количество голосов, чтобы мог выйти Трамп и сказать, Байден меня боится, ну, когда начнутся уже дебаты и все прочее, сказать, не Байден меня боится, а, типа, Путин меня боится, скажет Дональд Трамп, и, типа, вот, смотрите, поэтому выбирайте меня. И какие-то неопределившиеся люди, которые не знают еще, за кого голосовать, да, они могут как раз таки, ну, окей, если Путин боится Трампа, значит, наверное, лучше выбрать Трампа с точки зрения даже нанесения вреда Путину. Поэтому это очень понятная абсолютная игра, и Путин здесь совершенно неискренен. Но гораздо более опасная штука, о которой сейчас идет речь, но загадочная, это планы России разместить ядерную бомбу в космосе. По крайней мере, судя по некоторым источникам, именно это Соединенные Штаты считают сейчас основной угрозой. Собственно, то, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие, сообщили источники ABC News в Конгрессе США. По их словам, именно с этим связана серьезная угроза национальной безопасности, о которой заявил в среду глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер. Он же потребовал от президента Джо Байдена рассекретить всю имеющуюся на этот счет информацию. Собеседники телеканала уточнили, что речь идет не о том, что Россия хочет сбросить ядерную бомбу на Землю, а о применении такого оружия против спутников. «Это очень чувствительный и деликатный вопрос», сказал один из источников, назвав это серьезным делом. Источники Reuters также подтвердили, что угроза связана с операциями России в космосе. В свою очередь, знакомый с разведданными источник CNN заявил, что речь идет о весьма тревожном и дестабилизирующем российском военном потенциале, о котором стало известно недавно, однако подробностей не привел. Тернер отмечал, что 13 февраля Комитет по разведке проголосовал за предоставление определенной информации об этой угрозе для ознакомления законодателем. В свою очередь, советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что он уже связался с «Большой восьмеркой», в которую входят ведущие конгрессмены, и договорился с ними о личном брифинге. Размещение ядерного и другого оружия массового поражения в космосе запрещено договором, подписанном в 1963 году СССР, США и Великобритании. В настоящее время его участниками являются более 130 государств. После вторжения России в Украину тогда еще глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что применение противоспутникового оружия может стать поводом для начала Третьей мировой войны. Тут надо понимать, что вот как раз ядерное оружие в космосе, оно может вырубить какое-то количество спутников, и это приведет к ослеплению военных систем. Ну, то есть, как вот сейчас происходит слежка за военными возможностями, в том числе России, например, за состоянием в том числе ядерных шахт, в смысле шахт для ядерных ракет. Это спутниковая система слежения. И, соответственно, такое ослепление, оно, ну, это довольно серьезная история. И сама возможность такого ослепления, нарушение такого договора может привести США к довольно радикальным ответным действиям. И знаете, что здесь важно понимать? Что на самом деле, вот помните фразу Путина, что мы еще даже не начинаем, ну, которая должна была бы означать, что на самом деле Россия может гораздо больше, чем делает в войне с Украиной прямо сейчас. Факт заключается в том, что это ложь. Вот как раз Россия использует почти все возможности. Но Соединенные Штаты, Европа, вообще западная коалиция и даже Украина, вот они имеют еще возможности, которые они не используют. Какие, например, возможности не использует Украина? Украина не имеет возможности наносить удары по российским территориям с западными образцами вооружения. Потому что если завтра позволить Украине использовать АТКМС, GLSDB, которые, судя по всему, появились на фронте, Шторм Шэдоу по российской территории, то в прифронтовых городах склады, пусковые установки и все будут стерты, причем довольно быстро. Более того, в теории Украина для отвлечения российских сил может начать войсковую операцию на российской территории. Ну, например, зайти в Белгородскую область, в Брянскую область. Почему нет? Гипотетически это возможно. То есть это не нужно Украине, поэтому она этого не делает. Но для того, чтобы оттянуть российские ресурсы, гипотетически это возможно. Не говоря уже про Запад. Запад вообще еще кучу всего может сделать. Ну, то есть Запад огромное количество вооружений не поставлял Украине, Запад не применял свои технологии, которые может применить для уменьшения военного потенциала России, не говоря уже о том, что Запад не вступил в эту войну. Как это Россия воюет с НАТО, а НАТО где, а НАТО еще не подошли. И в этом смысле, конечно, у Запада есть большое количество возможностей для ответа, но самая важная и самая надежная возможность для ответа это дать Украине все необходимое. Потому что Украина за эти два года показала, что она может эффективно достигать целей даже при минимальном оснащении. Если сделать это оснащение не максимальным, но хотя бы приемлемым и сравнять украинские и российские потенциалы по ряду номенклатуры, то тогда на линии фронта мы будем видеть совсем другую ситуацию. Ну, в общем, история довольно тревожная про это ядерное оружие в космосе. Действительно, по-настоящему, что называется, шаг к эскалации, что было предсказуемо. Я часто повторял, что эскалация возможна не в случае усиления Украины и улучшения ситуации на поле боя для Украины, а наоборот. Чем увереннее себя будет чувствовать Россия, тем выше шанс эскалации. Таково свойство Владимира Путина. Ну, и говоря про возможности Украины, конечно, здесь невозможно обойти вниманием дроны. И дроны это одно из важнейших сейчас украинских вооружений. Вот самые разные виды у них есть и прочее. И они наносят урон российской стороне и на поле боя. Собственно, воздушные дроны и водные дроны. И вот к дроновой коалиции присоединились Нидерланды. Собственно, Нидерланды решили присоединиться к военной коалиции, целью которой является обеспечение Украины беспилотными аппаратами. То есть, беспилотниками пишет Трейдер со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Олленгрен. Мы, конечно, знаем, что дроны очень важны в этой войне. Вот почему мы присоединяемся к коалиции дронов, которую Украина создала вместе с Латвией и другими странами, заявила Олленгрен. Министр также добавила, что именно созданная коалиция сможет реагировать на новые запросы Украины. И я думаю, что в этом и будет сила в этой коалиции, в том, что она сможет обеспечить в очень короткие сроки то, что им нужно, отметила глава Минобороны. Очень хорошая новость. Более того, я хочу добавить, что страны присоединяются к этим коалициям и вообще к поставкам дронов Украины не по какому-то невероятному альтруизму на самом деле, а по тому, что это выгодно для самих этих стран. Потому что обкатка дронов и дроновых возможностей сейчас это самое важное, что есть для Министерства обороны вообще любой страны, потому что очевидно, что дроны меняют войну и что будущие войны будут вестись во многом дронами. Кто сможет разработать самые современные и гибкие решения, кто сможет разработать самые современные и гибкие решения по подавлению дронов, тот и будет, так сказать, королем будущих войн. Потому что скоро производство... Сейчас уже мы немножко на той стадии, где солдат дороже дрона. Это довольно важное изменение. Потому что во многих войнах предыдущих времен вот эта тактика массовых смертей, когда есть какая-нибудь развитая технологическая страна, у которой невероятно современное вооружение и оснащение, есть страна, у которой всего этого нет, но в которой низкая стоимость человеческой жизни. И, собственно, эти страны при борьбе не всегда побеждала та, которая технологична. Очень часто это заканчивалось ничьей, но в любом случае вот этот вот зерграш, он был действительным. Но сейчас дроны становятся настолько дешевыми, что они дешевле даже вот такого дешевого российского солдата. И массовое применение этих дронов, в том числе по единичным целям, по солдатам, это может быть серьезный геймчейнджер не только на эту войну, но и на все последующие. Поэтому, я думаю, все больше стран будет присоединяться к дроновым экспериментам Украины, потому что это прямо сейчас такой полигон, если цинично хотите, для опробования новых средств вооружения. Тем временем, то самое пушечное мясо, о котором я упомянул, пробудет на войне долго. И самое пугающее для этого пушечного мяса, что сама война будет дольше. По крайней мере, об этом уже официально заговорили в Кремле. В Кремле допустили увеличение сроков так называемое СВО. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это связано с тем, что специальная военная операция начиналась как операция против Украины, но со временем приняла форму войны против коллективного Запада. Да, специальная военная операция может длиться несколько дольше, но изменить ход вещей это не может, отметил Песков. Он не уточнил, какие сроки первоначально в Кремле закладывали на проведение так называемой СВО. Хотя, очевидно, что там закладывали пару недель, а найдет уже два года. Надо сказать, что на это сообщение очень, даже не прохладно, а очень наоборот, горячо отреагировали мобилизованные. Например, телеграм-канал Z-канал убежище номер 8, который ведет мобилизованный, верифицированный, мобилизованный, это настоящий мобилизованный, написал следующее. Прочел вслух эту новость в кругу, и вы можете оценить мое хладнокровие, потому что сразу раздался хор голосов. Да пошел он нахрен, сам пусть и воюет. Вопрос от друга сразу пришел. Ты там на 20 лет? Что, кстати, вполне возможно. Короче, имейте совесть, там наверху заключает убежище 8. Люди скоро полтора года в армии. После ваших слов когда-то мобилизации не будет, это точно. И год уже отвоевали, и в герои не напрашивались. Это особенно надо помнить. Все, кто хочет героизм или заработка, идут на контракт. Я знаю таких из мобов. Все, кто хотел, уже подписали. Поэтому ситуация с мобилизованными становится все напряженнее. И я бы не исключал волнений, бунтов, как и от родственников мобилизованных, так и от самих военных. Новый марш на Москву сейчас никто не представляет. Но можно ли его представить в перспективе? Я думаю, да. Потому что недовольства все больше. А власти, несмотря на заявление о том, что примерно 15 миллиардов людей пришло на контракт, на самом деле испытывают дефицит в живой силе. И это довольно очевидно, в том числе для самих мобилизованных. Ну и напоследок давайте поговорим про интересное выступление Александра Лукашенко, белорусского диктатора, который тут заявил, что нельзя ходить белорусам в западной одежде. Одеться вся молодежь наша хочет. Ух, как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют этими импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе это тряпка? Я приехал когда-то в Соединенные Штаты, богатейшая страна, смотрю, миллиардеры, если встречаюсь там по инвестициям и прочее, аккуратнее, косушки, почти все в помятых каких-то. Боже мой, такие деньги. А у них не принято. У них тогда, и уверен, сейчас не принято было выпендриваться, выпячиваться. А у нас уже сегодня молодой человек, он если не оденется, я даже не знаю как, как телеведущий или теледива, где это надо, может быть, одеться. Он уже плохо живет. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины. Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Кто-то отсидится? Нет. Многие над этим посмеялись, типа, вот, смотрите на деда. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Лукашенко, как и Путин, являются диктаторами. И теперь они будут определять, в чем вы ходите, с кем вы спите, кого вы любите, кого можно любить, кого нет, что можно читать, а что нельзя, что можно смотреть, а что нет, что можно думать, а что нет. Люди в Белоруссии и в России должны понимать, это билет в один конец. Лучше не будет, будет только хуже. И тот, кто думает, что его пронесет, ошибается. Это на своей шкуре недавно ощутил и Филипп Киркоров, и Лолита Меляска, и многие другие. Но будут ощущать это не только звезды. Вы полной грудью вдохнете тот славный воздух из СССР, где не то, что за разговор, за не ту мысль можно надолго присесть. И только иногда вы будете обсуждать происходящее на кухне и вспоминать, что было когда-то время, когда вы сами решали, какой фильм будете смотреть, какую одежду носить, с кем разговаривать, с кем нет. Это не за горами. Это довольно близко. И, собственно, Лукашенко говорит абсолютно в этой логике. В этом отличие тоталитарной диктатуры от какого-то мягкого авторитаризма. Когда вам запрещают делать что-то конкретное, это, соответственно, такой ограничительный режим с ограничениями. Когда вам говорят, что можно, а все остальное вам нельзя, то это уже диктатура. И диктатура лезет к вам везде. В спальню, в дружбу вашу, в ваши мысли. Теперь не только недостаточно не заниматься политической деятельностью, надо полностью соответствовать благообразному виду гражданина. Не знаю, что именно предлагает носить Лукашенко, а может быть, мешок картошки вместо Адидаса, тем не менее, опять-таки риторика давно и хорошо известна. Если вам кажется, что это только риторика, то президент России Владимир Путин, например, уже подписал закон о конфискации имущества осужденных за фейки об армии. Об этом сообщает Рива Новости. На самом деле, там довольно много статей и пунктов в это все вошло. И, ну, это вот шаг уже туда. Не шаг, это уже все, мы там, мы в той точке, где за слова, за позицию, за то, что ты не согласен с государством, у тебя конфискуют имущество. Благо, западных журналистов написали, типа, Майкл, как это повлияет на вашу работу? Я говорю, слушайте, я пять лет работал на Ахик Москвы, поэтому никакого имущества у меня нет и быть не может. Вот, как и у любого человека, который, так сказать, у которых независимые издания были, ну, там, если не первым местом работы, то первым местом вот уже там в медийной карьере. Да, вот, если ты в молодом возрасте туда пришел, то, конечно, никакого имущества у тебя нет. Но, да, это все будет расползаться, и, как я неоднократно говорил, спрут действует медленно, но неумолимо. Поэтому те, кто все это поддерживает, или те, кто думает, что их принесет, готовьтесь, готовьтесь ходить в белорусском трикотаже, читать Захара Прилепина, смотреть Филиппа Киркорова на Донбассе, и думать только о том, как велик вождь и государь. А с вами был Майкл Найки, и я пока продолжу вещать для тех, кто как раз ходить в строе не готов, или как минимум набирается смелости для того, чтобы перестать это делать. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok